Здравствуйте, меня зовут Акматов Марат, я являюсь оператором отдела обслуживания дебетовых карт вашего банка. Да, я слушаю вас. По нашим данным, с вашей карты только что были списаны 10 тысяч сомов. Это были вы? Нет, я ничего не покупал. Мы опасаемся, что вы стали жертвой мошенников. Сейчас на ваш телефон я отправил ссылку, пройдя по которой вы сможете проверить баланс вашей карты онлайн. Алло, это Банк? Мне только что позвонил ваш сотрудник и сообщил, что мне списались деньги. Что? Мошенники? Дорогие граждане, хотелось бы в первую очередь обратить ваше внимание на новый вид мошенничества, который недавно, к большому сожалению, стал активно распространяться через мессенджеры, в частности, через популярный сервис Telegram. Злоумышленники используют коварные схемы, чтобы выманивать ваши финансовые данные и средства. Злоумышленники присылали сообщения на ваши номера или аккаунты в мессенджере, предлагая заработок на ставках лайков под определенной продукцией. После этого они отправляли вам ссылки на сайты, при переходе на которые осуществлялся незаметный перевод денежных средств с вашей банковской дебетовой карты или других платежных систем. Привет, друзья! Мы сегодня с вами поговорим о том, как защитить себя от банковских мошенников. Совет номер один. Никогда не сообщайте свои персональные данные чужим посторонним лицам. Сотрудники банка никогда не попросят у вас перевести деньги на безопасные счета или предоставить информацию для доступа к вашему счету. Совет номер два. Прекращайте подозрительные разговоры. Если вам звонят якобы из банка и просят совершить подозрительные действия, прекратите диалог. Если у вас возникли вопросы, позвоните в банк сами. Совет номер три. Не ведитесь на угрозы мошенников. Если вам сообщают, что мошенники пытаются оформить на ваше имя кредит или получить доступ к вашим счетам, сразу же прекратите разговор. Это одна из тактик запугивания. Дорогие друзья, будьте осторожны, внимательны. Всегда перепроверяйте информацию, чтобы не стать жертвой мошенников.